Алексей расскажет нам про то, как обеспечить отказоустойчивость в обучении нейросетей. Алексей, тебе слово. Давай. Всем привет. Я руководитель группы модернизации нейросетей в отделе качества рекламы. У нас самая крупная рекомендательная система и одна из самых нагруженных в компании, да и вообще в России. И сегодня я вам расскажу, как мы решали проблему улучшения утилизации GPU в обучениях. Потому что обучение рекомендательных систем обычно очень сильно завязано на input-output. Там гигантские датасеты, там нужно много писать в storage. И все это должно делаться эффективно, потому что GPU у нас не так, чтобы и много. Итак, о чем доклад? Во-первых, мы сконцентрируемся здесь в основном на частичном fault tolerance. Частичный — это когда у нас есть очень дешевые сохранения состояния всей системы и очень дешевые рестарты. Такой честный fault tolerance, который обычно понимают в базах данных, типа там выпадение любого воркера проходит абсолютно незаметным. Идеи, которые я здесь расскажу, в принципе ложатся на эту парадигму, но так обычно мало кто делает. Потому что GPU-шки на репликацию каких-то расчетов дорогие. И обычно дешевле запустить модель и иметь возможность очень дешево ее рестартануть в случае выпадения какого-либо хоста. Также я вам расскажу о том, какие оптимизации могут возникнуть из того, какую свободу действий вы даете пользователю и какие интерфейсы вы для него делаете. Значит, у нас будет два zero cost в двух смыслах. Первый zero cost — это с точки зрения влияния на производительность. То есть работа со сториджем в вашем обучении не должна сказываться на том, насколько быстро ваша модель обрабатывает данные. Данные должны быть всегда готовы и не сказывается на производительности. А сохранение состояния максимально дешевое. И второе — это zero cost по когнитивной нагрузке, потому что обычно по опыту у людей, которые пишут фреймворки под рекомендательные системы, да и вообще под какие-то большие обучения, очень много когнитивных усилий уходит именно на работу со сториджем. Значит, небольшой дисклеймер, как работает распределенное глубокое обучение. У вас есть какой-то скрипт на питоне, и если вы хотите распределенное обучение, вы один и тот же скрипт запускаете на несколько GPU и связываете их барьерными синхронизациями. Барьерные синхронизации могут быть разные на разных фреймворках, но глобально, когда пользователь думает о том, что PyTorch учится распределен, он представляет себе, вы имеете, четыре строчки. Посчитай model forward, посчитай loss, out.backward, и на out.backward у нас происходит усреднение градиентов. Усреднение градиентов — это барьерная синхронизация. О чем должен думать пользователь? Пользователь должен думать как раз вот ровно об этих четырех строчках. Какие у него данные на вход модели, какая у него модель, какой метод оптимизации. Помимо этого, он должен писать какие-то артефакты модели в свой сторож. Стриминг прогнозов, сохранение снапшотов и так далее. И с него нужно максимально снять когнитивную нагрузку, например, по сохранению состояния. Кнопка «Сохранить состояние» должна быть одна вообще на всю программу. То есть пользователь просто нажимает в какой-то момент кнопку «Сохранить состояние» и думает больше ни о чем. Мы должны за него подумать о производительности, о том, чтобы у нас была передача владения объектов из питона на запись, чтобы не лочить жил и так далее. Давайте рассмотрим пример. Что это вообще такой хороший пример библиотеки для работы с ИО? Это когда пользователь, пользуясь вашим фреймворком, думает только о том, что он хочет сделать, а как за него всегда решает фреймворк. Любые оптимизации производительности, настройки потребления ресурсов — все это должно делаться под капотом с хорошими дефолтными параметрами. Пример IOHTP. Наверное, всем вам знаком. Вот в этих двух строчках пользователь говорит, я хочу переложить три байтика из точки А, из моей программки, в точке Б, какой-то сервис, который я себе поднял на localhost. За него там под капотом на самом деле делается огромное количество действий, которых он не видит. Там connection pooling, за него там люди написали на чистом C парсере, но он этого не знает, потому что он пользуется питон интерфейсом. Там мультиплексоры в Async.io настраиваются и так далее. Вот мы будем целиться примерно в такие же свойства, чтобы мы все вот эти оптимизации, ну не вот эти, а те, которые я скажу, делали за пользователя. Начнем мы с рассмотрения single process. Single process — это когда мы запускаем скрипт обучения на одной видеокарте, потому что большая часть идей на самом деле видна уже в том, как мы работаем в однопроцессном режиме. Как я сказал, распределенное обучение — это запуск одного и того же скрипта на нескольких GPU и связывание к барьерным синхронизациями. Так вот, большая часть оптимизаций видны уже, когда мы работаем с одним процессом, а там нам просто потребуется правильно расставить барьеры и сказать, как не додлочится. Поэтому большую часть мы проведем в single process. Для начала мы построим примерчик кода, на котором мы будем работать. Значит, стартуем уже с известных вам четырем строчек. Model.forward, точнее, круглые скобки. Loss. Out.backward, если мы делаем backward, если нет, то мы можем делать и вал. И optimizer.step. Я тут, к сожалению, не успел уже доправить слайд, но optimizer.step, конечно, тоже подывчиком. Делаем мы backward плюс апдейт или нет. Что мы хотим дальше делать? Вот мы, например, в рекламе очень любим стримить прогнозы. Мы посчитали прогноз модели и записали их в какую-то таблицу, чтобы потом проанализировать и с кем-то поджонить. Нам это нужно, потому что у нас в рекомендационных системах везде идет онлайн-обучение, когда у вас каждый час логов новая модель. И так просто удобнее обучаться, когда вы прямо в обучении можете текущей модель на текущих весах записать все прогнозы, загрузить, потом дообучить, опять застримить прогнозы и так далее. Окей. Вот здесь, это, кстати, пример уже хорошего интерфейса. То есть мы говорим, что у нас есть некоторый writer, мы говорим, что мы хотим записать. И все. Больше ни о чем не думаем. Мы позже поговорим о том, что вот эта операция, сама действие .write, должна быть производительной. То есть не должно быть никаких блокировок, никаких ожиданий в mutex и так далее. Но об этом после. Ну, обернем это все функцию. Я просто потом буду использовать эти обозначения. Но вот эти пять строчек у нас обернут вот в такую функцию. Значит, дальше чего? Нам нужен, собственно, итератор по этим самым батчам. И здесь, когда вы работаете с какими-то кастомными ридерами из вашего сториджа, как правило, это какие-то клиенты, у которых куча разных настроек. И чем более нагруженные у вас сценарии, а рекомендательные системы очень требовательны, потому что это табличные данные, и там, как правило, очень толстые датасеты, они довольно требовательны к тому, как вы настроите себе чтение данных, чтобы у вас всегда, когда модель хочет обработать следующий батч, он уже был готов. И пользователю нужно будет настраивать кучу параметров смысл, которых он не всегда понимает. Тут может быть какой-то размер, ну, ты не в буферах, а что, если он в гигабайтах или там вообще в байтах, а не в штуках, например. Если там, говорит, там, размер ротча единочтения, у тебя там 10 единиц. А эти единицы могут от модели к модели варьироваться там от мегабайта до гигабайта. Настраивать такие вещи не самый приятный процесс. Количество трудов, какой-нибудь еще протокол, не дай бог он там поддерживает, несколько способов общения с вашим сториджем, и из них эффективная работа только один. И так далее. Мы должны избавить пользователя от всего вот этого. Я это уже поговорил. Дальше. Мы говорили про prediction writer, в который мы засовываем прогнозы. Мы его тоже должны как-то создать. И у него, опять же, если он должен эффективно работать, не тормозить вам обучение, у него тоже будет наверняка какой-то внутренний буфер, в который вы будете складывать данные на отгрузку. Вам нужно будет настраивать лимиты на память, лимиты на количество соединений, лимиты на параллелизм, в которых он обрабатывает данные, в которых он отсылает сторич и так далее. Люди этого, как правило, делать не умеют. Это умеют делать там единицы. А нужно, чтобы пользователь, который работает с распределенной обучалкой, мог легко создать какой-то свой примитив записи, записать какой-нибудь файлик, и у него из коробки всегда все эффективно работало. Значит, ну вот здесь я привел пример того, во что может превратиться функция, если мы просто распихаем эти аргументы в ее сигнатуру. Понятное дело, что тут можно распихать по структурам, но глобально это ничего не изменит. Все равно параметры в этих же структурах точно так же надо будет больно настраивать. Вот. И третья проблема, которую мы сейчас посмотрим. Как я вам сказал, у нас может быть процесс трейна, процесс eval, они могут часто чередоваться. Мы можем часто перескакивать записи одних таблиц или файлов на запись других. И если мы создаем по каждому клиенту на запись каждой единицы, он, как правило, аллоцирует свои ресурсы. То есть как стандартно люди пишут код. Мы создаем объектик, входим в контекстный менеджер, он внутри себя инкапсулирует какие-то ресурсы, создает их заново. Но проблема вся в том, что если у вас количество ресурсов, потребляемое каждым примитивом записи, сопоставимо с ресурсами хоста, у вас получается полное нарушение абстракции. Вы, допустим, написали сначала for train table, процесс только train. Какие бы вы классные интерфейсы с точки зрения программы не сделали, но когда вы создаете новый райтер, он может налоцировать столько ресурсов, чтобы вы вылететь из-за лимита по памяти или из-за лимита по CPU. И вам придется вручную перебалансировать то, что вы до этого уже настраивали. Это очень плохо. Это как раз нарушение абстракции в том смысле, что у вас каждый созданный клиент на запись чего-то влияет на все остальные. Это нехорошо. И первая мысль, до которой мы дошли, чтобы нам удобно было работать с записью чего угодно в storage, это чтобы у нас были везде единые пулы ресурсов, и у нас была везде единая фабрика с понятными единицами измерения. Пользователь в начале своего скрипта создает вот такую фабрику, и в этой фабрике должны быть параметры в понятных ему единицах. Если он запустил свой скрипт обучения на какой-то виртуалке или где-то в облаке, он, как правило, если не знает, то легко может посмотреть, сколько ресурсов у него на хосте и каких. Сколько у него памяти на GPU, сколько CPU памяти, сколько у него CPU ядер и так далее. Вот в этих же единицах он должен один раз подумать в начале своей программы, сколько он готов выделить на вашу библиотеку, вообще с ума. А дальше, вот видите, здесь мы создали один data load и один prediction writer. Дальше мы создаем второй data load, второй prediction writer, и они работают под общими лимитами на CPU и на память. Они из-за них не выбиваются, и поэтому мы можем сколько угодно их насоздавать, как угодно друг с другом комбинировать, мы никогда не встретимся с проблемой переаллокации ресурсов, что у нас там out of memory и так далее. Окей. Ресурсы, извиняюсь, я это проговорил. Дальше пойдем про, собственно, процесс сохранения состояния. Мы с вами сейчас говорили о том, что мы когда-то куда-то что-то пишем, но, как правило, нам еще нужна в какой-то момент кнопочка сохранить. Я записал все, что я хочу до определенного момента времени, все. Отщелкиваем, сохраняем. И у пользователя это должно быть очень простым действием. Он должен думать только о том, что вот я записал, переложил все байты, которые я хотел куда нужно, нажал кнопочку, больше ничего. Как вообще выглядит вот такая кнопочка сохранения данных? Обычно люди пишут какой-то код, инкапсулируют какие-то объекты. Эти объекты умеют, не знаю, умеют какие-то методы save load, мы их должны где-то запомнить и в конечном итоге сохранить. Здесь на самом деле уже возникает несколько проблем. Первая проблема связана с тем, что пользователю нужно будет помнить про все эти объекты. Раз. Пользователю нужно будет очень аккуратно делать код завершения и обработки ошибок. И в случае, если у вас нет атомарности, про атомарность мы потом говорим, она должна быть, но ему еще нужно будет следить за обработкой ошибок в процессе сохранения того или иного примитива. И мы постараемся с него вот всю вот эту нагрузку снять, чтобы он об этом не думал. Ну, первое, что мы скажем, это про то, что пользователю нужно помнить про все объекты. Поскольку мы уже сделали фабрику, эта проблема на самом деле в каком-то степени уже решена. Как правило, у вас на старте обучения есть какие-то объекты, которые живут постоянно. Вы, опять же, один раз про них подумали в начале работы программы, засунули в вашу фабрику, она всегда про них помнит. А если вы в процессе работы создаете дополнительные примитивы записи, то, опять же, за счет того, что у вас есть единая точка входа, которая помнит про все примитивы, она вам их сразу запомнит. И эту когнитивную нагрузку мы с пользователя снимаем. Пользователю не нужно будет больше, когда он создает data loader, вручную записать его в какой-то там словарь. Ну, ладно. Это довольно простые идеи. Дальше уже следует менее очевидная идея, которая связана вообще со спецификой того, как люди работают со сториджем в обучении. Когда пользователь что-то пишет в своей обучалке нейросетей, он, как правило, хочет потом это прочитать только в конце обучения, когда он записал, обработав весь датасет. В середине обучения ему это читать не нужно. Ну, понятное дело, ему это нужно иногда читать в начале обучения, если он упал посередине, хочет восстановиться из снапшота. Но вот посередине, когда он в процессе обработки модели, ему этого делать не нужно. Отсюда, на самом деле, следует неочевидная оптимизация, что, во-первых, интерфейсное изменение, что пользователю не нужна ручная кнопка завершения записи на запись каждого конкретного файла, таблицы и так далее. Код, написанный в таком стиле, что мы сначала из модели что-то пишем в storage, сохраняем, потом тут же в этой же обучалке что-то читаем, он, как правило, довольно странный. Пользователь, они либо хранят какие-то статистики, агрегированные in memory, либо просто, если это небольшие данные, сохраняют их у себя в памяти и анализируют. Они не засылают storage, а потом читают из него. Это довольно странное действие. Окей, мы хотим отобрать у пользователя кнопку завершения записи каждого конкретного файла или таблицы. Что из этого следует? Из этого следует, на самом деле, что вот тот код с threadpool на эффективное распараллеливание завершения записи каждого файла или таблицы мы можем взять на себя. Фреймворк сам эффективно все всегда распараллелит, какие бы писатели или читатели не создал пользователь. Это очень удобное свойство. Это позволяет ему, опять же, не думать о том, что он там насоздавал слишком много объектов, как мне их потом распараллелить сохранение, как если они там… Еще фреймворк может взять на вас заботу о том, что если два примитива, допустим, пишут в одну и ту же папку, чтобы у них не было конфликта при создании этой папки. Но это уже, правда, специфика того, как у нас устроена работа с нашей распределенной файловой системой. Но, тем не менее, эффективное распараллеливание, обработка ошибок и резолв возможных конфликтов на запись между этими примитивами. Все это можно получить, просто отобрав у пользователя кнопку finish, которая ему не нужна. Давайте поедем дальше. Вот мы здесь создали кнопочку commit if necessary. То есть мы пришли к тому интерфейсу, который я вам обещал, что пользователь говорит, хочу закоммитить состояние всей системы и все примитивы, которые мы создавали этой фабрикой, context.create что-то там, мы здесь завершили. Но сейчас это действие блокирующее. Пользователь написал там сколько-то данных. Во время commit if necessary мы еще там можем… Вот в эти объекты, которые мы раньше запоминали, допустим, мы хотим сохранить модель в этот момент, мы реализуем модель, ждем, пока она отгрузится в storage, ждем, пока нам приедет респонс от нашего замечательного storage, что все, классно, мы молодцы, мы записали ваши данные. А нужно ли нам это ждать, если мы, как пользователь, внутри своей программы не собираемся эти данные сразу же читать? Ответ на самом деле нет. И тут мы приходим к тому, что на самом деле вообще commit всей системы можно делать почти полностью асинхронно с минимумом простой GPU. Давайте посмотрим вот на такой пример. Мы хотим сохранить торчевую модель. Вот здесь пять строчек кода. Значит, мы создаем какой-то буфер, делаем torch-save. Про стримовые интерфейсы я поговорю отдельно. Пока что вот мы делаем полную копию данных. Я потом скажу, почему, как это в этом случае так лучше. Вот делаем torch-save, он нам сразу сохранил полную копию данных в буфере сериализованном. Writer.write от нашего буфера и context commit. А внутри мы блокирующий, ждем финиш. Пользователя на самом деле не волнует, когда закончится этот финиш. Пользователя единственное, что волнует, это чтобы у него не было гонок между кодом, который делает torch-save, это его объект, пользовательский модель, и кодом, которым он обрабатывает batch. То есть на самом деле код, который бы повлиял на обучение, если бы мы пытались сохранять модель параллельно с обучением, это единственная строчка torch-save. Все остальное мы должны уметь делать асинхронно. И время сохранения в таком случае запись в storage у нас будет всегда в потоках, параллельно обучению, и время сохранения снабшота будет равно времени блокирующей работы с пользовательскими объектами, то есть времени вызова torch-save. А это время, как правило, на порядке меньше, чем время передачи данных по сети, и тем более, чем время ожидания записи на диск конкретных, ну, на диск тех данных, которых вы записали. Диски вообще очень медленные. И сразу давайте скажу про стриминг. Обычно принято, чтобы не потреблять много памяти, какие-то жирные объекты сохранять стримово. Мы создаем какой-то итератор, и, значит, итерируемся по этому итератору, пихаем в какую-то очередь, и вот так по чехольничку, по маленькому чанку засылаем в storage. Вот чтобы реализовать эту идею, вам стримовый интерфейс как раз не нужен, он ей противоречит, потому что пока у вас живет итератор, который потихонечку сохраняет ваш объект, вы блокируете этот объект, и вы не можете продолжать обучение. Обычно на хостах с GPU достаточно много оперативной памяти, и, как правило, можно себе позволить делать вот такие полные копии всех ваших объектов, сериализовывать сразу в байты, а потом асинхронно уже куда-то отсылать и не думать про это. Время сохранения состояния системы, время сериализации пользователя тебе это в байт. Ну, это я уже поговорил. Значит, про атомарность. Ну, тут, думаю, наверное, не надо сильно углубляться, что если пользователю надо будет самому резолвить дифы от того, что у него там какой файл записался, а какой не записался, вся магия сломается. Резолв дифов – это очень плохо, и поэтому кнопка commit должна быть атомарной. Все файлы или таблицы, которые вы создали, должны быть либо сохранены все, либо не сохранен никто. Без этого свойства ничего не заработает. Последнее, чего мы коснемся, это производительность передачи данных на запись. Вам недостаточно уметь эффективно в бэкграунт, там, потоках, особенно плюсовых, которые они блочат жил, грузить ваши данные. Вам еще важно уметь из питона эффективно их передавать, потому что если вы их передаете прямо во время обработки батчей, если неэффективно написать код, то у вас могут быть копирования из питона объектов в плюсовые объекты. Почему? Потому что питон объекты создаются питонолокатором, они должны быть уничтожены питонолокатором, они должны быть уничтожены, когда вы делаете джил. Из-за этого, как правило, если вы хотите передать данные, допустим, в плюсовую библиотеку, делается копирование. Вот этих копирований лучше избегать. Вообще, я тут, конечно же, напутал порядок рассказов, но ладно, неважно. Короче, есть три способа решения этой проблемы. Значит, первое – это грузить. Вот когда вы делаете tablewriter.write, вы передаете данные в какую-то очередь, и вы можете их грузить тремя способами. Через питон-многопоточность, через питон-многопроцессность или в C++. Я сейчас говорю про C++, то, как у нас сделано. Значит, в питоне грузить плохо, потому что это неэффективно для нагруженных сценариев. Как минимум это неэффективно, потому что передача данных… Вот у вас есть байтовая строка, вам нужно же данные из этой байтовой строки засунуть в сокет. Вот это все делается под джил. Если у вас нагруженная запись, у вас опять-таки это все будет перенимать на себя блокировку питона. Той же самой проблемой страдает Python-малтипроцессинг. Если вы, допустим, хотите грузить в подпроцессе, у вас ваши байтовые строки все равно должны как-то в этом подпроцессе оказаться. Там их можно передать по сокету в подпроцесс, чтобы он дальше стримил в storage, но эта проблема на самом деле не решает, потому что количество данных, которые вам нужно передать, будет такое же. Можно пробовать писать в shared memory буфер сразу, но, во-первых, это неудобно. То есть у вас должна быть не байтовая строка, а у вас должен быть какой-то объект, который уже записан в этот буфер. Во-вторых, у вас на самом деле получается уже такая локально распределенная система, потому что у вас буфер пошарен между процессами, вам нужно как-то оркестрировать общую с ним работу. Это достаточно неприятный процесс. Вот предыдущая итерация фреймворка, которую мы использовали в рекламе, она была написана вот… Там чтение данных было написано в shared memory. Я честно скажу, этот код сложнее, чем написать его на плюсах с хорошими биннингами. Вот реально, он реально сложнее. Его сложнее дебажить, тестировать и поддерживать. Если вы пишете код на плюсах, единственный момент, который вам нужно решить, это передача владения из Python объектов в плюсы. Это можно сделать. Я сейчас не буду на этом останавливаться. То, что, если честно, мне времени не хватит на технический рассказ. Если кому интересно, я могу… Можете подойти, я могу вам показать код. Там миллиотечка буквально на 200 строк кода на плюсах и сотен на Python. Как вот это можно аккуратно сделать, чтобы там ничего не сикфалтило и передавалось владение. Окей. Значит, промежуточный итог у нас какой. Вот мы собрали воедино все, что мы делали. И мы сохранили свойства для пользователя, что он в каждый момент времени думает только о том, что он хочет сделать, не думает о том, как он хочет это делать. В начале своего скрипта, где-то там совсем в начале, он один раз подумал о ресурсах, больше о них не вспоминает. Тогда же он запомнил какие-то объектики, которые он хочет сохранять, и больше о них не вспоминает, всегда про них помнит. Когда он создает любые примитивы на table write или data loader, он может создавать их, сколько ему влезет, они не должны вылезать за те ресурсы, которые он создал. И когда он хочет сохранить состояние, он нажимает одну кнопку и больше ни о чем не думает. И эта кнопка очень быстрая и дешевая, потому что время ее работы равно времени сериализации пользовательских объектов в байтовые строки. И мы ее можем дергать очень часто, таким образом эффективно защищаясь от каких-то вытеснений или рестартов. То есть если вас вытеснили, вы можете сохранять снапшот не раз в час или в два часа, а раз, допустим, в 10 минут. И если у вас проблема с нагруженностью на кластере, когда у вас часто приходят и уходят задачи, вы будете терять меньше работы. И ваш GPU будет тоже в некотором смысле эффективнее утилизироваться. Окей, давайте теперь поговорим про распределенный сценарий. В распределенном сценарии на самом деле тут будет не так много, потому что основные идеи по оптимизации я уже проговорил, а в распределенном сценарии нам нужно будет просто эффективно это связать барьерами. Первое, про что я хочу сказать, это про лимит ресурсов. Значит, как правило, распределенное обучение строится так. У вас запускается по скрипту на каждую GPU-шку, но эти GPU-шки сидят на одном хосте, и этот же кост имеет одну общую на все эти воркеры – память, CPU и так далее. Но когда вы запускаете, вот пишете код у себя в программке, вы создаете ресурсы, как если бы вы эксклюзивными владели. То есть у вас каждый скрипт говорит, я хочу себе свои лимиты на 200 гигабайт памяти, свои 20 потоков. Если у вас на хосте 8 GPU, это получится уже полтора серобайта оперативы и 150 потоков. Это не то, чего хотел пользователь. Поэтому здесь важно сделать пошаренные лимиты, то есть чтобы у вас был какой-то небольшой сервис, который оркестрирует все эти очереди. Когда пользователь хочет что-то передать на запись, он не внутри делает какой-то мьютерс, типа есть у тебя данные локальных в процессе или нет, а он стреляет с запросом в какой-то сервис, который поднят на локал хосте и который знает про каждый из воркеров. И он уже видит общее потребление памяти каждым воркерам и говорит ему, ацировать или нет. Еще это очень важно, потому что, как правило, нагрузка на запись между ними не сбалансирована. Например, если у вас модель… Если у вас модель не пошардирована и хранится по каждой копии на каждом воркере, вы обычно хотите просто на одном воркере сохранить эту модель и не париться с тем, чтобы ее как-то там нарезать на чанки, каждый чанк писать с каждого воркера. И из этого следует, что у вас на GPU 0, допустим, будет использоваться 50 гигабайт оперативы, допустим, на запись этой модели, а на остальных GPU не будет использоваться. Вот пошаренный лимит, вот этот сервис на локал хосте с общими лимитами памяти, он еще и служит для того, чтобы пользователь не думал о ручной балансировке нагрузки между воркерами на запись. Это тоже важный свойство. Так, дальше поговорим про барьеры. Значит, я пробовал пользоваться тоже дистрибьютором барьерами, и это все классно до тех пор, пока у вас не появляются какие-нибудь замечательные ифчики, которые неконсистентно вычисляются. Значит, если у вас вот такая программка с барьерами, и у вас в одном воркере и в condition true, в другом false, в одном вы войдете в барьер под ифом, в другом войдете вне его, функция do condition в GPU 0 не обязательно упадет, там бывают разные ситуации. То есть никто не гарантирует, что этот код сразу же грохнется на GPU 0, и мы сразу узнаем об ошибке. А барьер последний, он вообще задедлочится. Ну, не задедлочится, затайм-аутится, но тем не менее, мы просто в какой-то момент увидим, что у нас где-то произошел рассинхрон, где на самом деле непонятно, потому что он может реально, реальный дедлок может произойти вообще не там, где была причина проблемы. Как раз вот из-за того, что необязательно код, который под этими ифами неконсистентно вычислиться, упадет. Он может просто насчитать фигню, но отработать. Вот. И поэтому мы себе сделали такую вещь, как ключи в барьерах. Значит, когда вы заходите в барьер, вы пишете строчку. Эта строчка, грубо говоря, идентифицирует, ну, номер строки в программе. Но номер строки в программе мы побоялись автоматику делать, потому что там надо мараться с инспектом, с определением строки, непонятно, быстро он будет работать и так далее. В принципе, человек запишет меняемую строчку, ее можно будет точно так же найти в вашем репозитории, просто поискав по вашему… ну, просто погреб в вашей репозитории на эту строчку и точно так же найти, где у вас упало. Если у вас барьеры входят с разными ключами, то у вас все тут же отваливается ровно в тот момент, когда у вас произошел асинхрон, и он пишет, какой воркер на какой строчке с каким ключом отвалился. Это вам помогает сразу обнаруживать ошибки, которые у вас произошли ровно в тот момент, когда они произошли. Не когда-нибудь там потом, когда ваша программа таки соизволила где-то упасть, а именно вот в этот момент. И в целом эта штука нам значительно упростила отладку. Тестировать, дебажить значительно проще. Сразу видишь, где что падает, и ты сразу понимаешь, где ты там какой ивчик или какой цикл неконсистентной длины сделал. Последнее, про что мы поговорим, это про сохранение состояния. Значит, глобально сохранение состояния распределенной системы… Тут есть… Тут много вещей есть. Короче, во-первых, сохранение состояния должно быть барьером, потому что у вас каждый воркер должен финализировать то, что он записал у себя локально, и сказать, все, мы всю систему отщелкнули, она дошла до какой-то общей точки и поехали дальше. Второй момент, что у вас должен быть одинаковый порядок обхода тех примитивов, которые вы себе в этот контекст засунули, потому что если вы в одном ворке сохраняете модель, а в другом оптимизатор, и они у вас попытаются там как-то сконтачиться по барьерам или что-то еще сделать, это будет тоже нехорошо. У пользователя должна быть гарантия, что фреймворк ему все примитивы, которые он создает, он будет обходить в одинаковом порядке, он не должен об этом заботиться. Он должен заботиться только о том, что фреймворк ему говорит, на каждом ворке у тебя вызовется вот этот код, просто напиши его правильно, не думай ни о чем больше. И третий момент — это резолв конфликтов на запись между воркерами. Но с резолвом конфликтов мы на самом деле уже разбирались, когда мы говорили с single process сценарием, когда мы параллельно сохраняем какие-то объекты, допустим, разные таблицы, которые лежат в одной и той же папке, мы занимаемся тем же самым резолвом конфликтов, поэтому на самом деле здесь этот код, как правило, ничем не отличается. Просто вместо того, чтобы локально у себя в программе фреймворк посмотрел, чтобы у вас не было конфликтов на запись, он соберет со всех по барьерам, со всех воркеров, кто куда что пишет, и там сделает правильный блокировок. То есть в этом смысле сложность написания, сложность масштабирования вот этого фактора и контекста с одного процесса на распределенную систему не такая большая, как проделывание вот тех шагов для single process, вот тех оптимизаций с синхроничными. Первые шаги, они самые сложные. Ну, наверное, все. Текущим итогом… Давайте. Спасибо. Договаривай, текущим итогом. Ну, текущим итогом стало то, что пользователь может сохранять свою распределенную систему, когда хочет. Это будет очень дешевое действие, которое он может часто вызывать, не блокирующее, которое не держит лок на его GPU. И в случае, когда у вас мало ресурсов, задачи часто вытесняются, вы можете себе позволить терять меньше наработанных вычислений. То есть вытеснение задачи становится гораздо более дешевой операцией. Ну, и из этого не явно следует, что и перезапуск задачи должен быть дешевой операцией. Но это, как правило, уже ответственность облака. Спасибо большое, Леш. Очень интересный доклад. Переходите, пожалуйста, по QR-коду для его оценки. Желательно в моменте, чтобы потом все сразу не навалилось. Сейчас мы, наверное, готовы перейти к вопросам-ответам. Да. Поехали. Вот, пожалуйста. Так, Леш, привет. Спасибо за доклад. Очень насыщенный. Дима и звук. Если что, вопроса два на самом деле. Первый, вот, по-моему, он даже был отвечен, если так, то прошу прощения. Он даже на 21 слайде. Вот мы создаем instance factory context. Если вдруг мы случайно или специально второй создаем, как они, они же знают, да, правильно? Второй раз ресурс не алацируется. То есть, как они вообще друг от друга узнают? Это первый вопрос. Ну, на самом деле, тут можно по-разному сделать. Можно сделать так, чтобы они шарили ресурсы. Можно сделать так, чтобы у них были свои полуресурсы. Там бывают разные кейсы. У меня был кейс, когда пользователю нужно было два factory context. Я, честно, даже не помню зачем, но второй ему нужен был с каким-то абсолютным минимумом ресурсов. Как правило, все-таки нужен один, который будет держать всю нагруженную запись на себя. В том-то вопрос, что если их будет, допустим, два или больше, если первый сажал все ресурсы, то второму просто некуда будет уже, негде развернуться. Собственно, он должен знать о том, что есть первый. Вот как это происходит? Не, ну, можно сделать, там, не знаю, создание каких-то объектов, которые держат ресурсы, и просто передать их конструктор каждого factory context. Они тогда будут их шарить. В этом особой проблемы нет. Проблема тут скорее в том, что если создаешь несколько factory context, независимых, исчезает свойство того, что ты нажимаешь одну кнопку на сохранение всей системы, потому что они независимы. Не, ну, допустим, каждый контекст создан по свою какую-то систему, и то есть в рамках этой системы это все работает по одной кнопке, но они под разные тогда предназначены. Ну, ладно, в целом я концепцию понял. Спасибо. И второй вопрос. Я правильно понимаю, что вся эта красота сейчас работает только внутри Яндекса? И если да, то планируется когда-нибудь в опенсорсе выйти или нет? Ее можно было бы заопенсорсить, потому что она зависит по факту только от Exaurus. То есть у нас в Яндексе Exaurus это общая инфраструктурная система, и на самом деле, когда мы пишем обучалки, мы пришли к тому, что мы должны максимально работать ровно с ней, и внутри обучения не трогать ничего больше, потому что там есть общие транзакции, вот эти файловые системы, там эффективное чтение, запись. Этот код можно было бы заопенсорсить, но все реализации завязаны на Exaurus. То есть в реализациях как раз то самое мясо про оптимизацию скорости передачи данных и так далее. Интерфейсы, которые я здесь рассказывал, ну можно заопенсорсить, но типа всю реализацию под новый сторож нужно будет писать заново. То есть не знаю, насколько полезные действия будут. Так Exaurus вроде же заопенсорсинг. Что? Exaurus же заопенсорсинг? Да, вот так. Так что по идее никаких проблем здесь не будет. Не, не, можно просто опенсорс это большие трудозатраты, и не очень понятно, насколько эта штука будет сейчас нужна. Вот нам она очень нужна в рекламе, еще в нескольких командах, на которые мы распространяем сейчас постепенно. А вот за пределами Яндекса пока непонятно, стоит ли тратить сейчас усилия на такое действие. Вот в центре зала вопрос, пожалуйста, еще. Я пытаюсь как-то осознать с точки зрения применимости. Вот можешь чуть подробнее пояснить? Это вытеснение, параллельная работа между людьми с ГПУшек, или же это в рамках одного запуска, или какая задача решается? Как работает запуск у нас, задача в нашем облахе? 30 команд. Каждая из них хочет использовать общий кластер ГПУ. Они все хотят решать проблему быстрого чтения, избежание дедлогов при правильном запуске, проблемы резонанских конфликтов, всю классику IPC. Да? Что решается? Решается, когда вы запускаете задачу в облаке, вас в любой… Ну, вы, во-первых, можете, как я сказал, писать в строчек, должно быть эффективно, об этом я уже сказал. Вас могут в любой момент вытеснить. Вытеснить – это значит прибить вашу задачу. Прибить вашу задачу могут по самым разным причинам. Не обязательно это какие-то проблемы с хостом. Проблемы с хостом на самом деле бывают редко. На самом деле, вытеснения часто бывают, когда приходит какой-нибудь Яндекс.ГпТ и говорит, мне нужно запустить задачи на вот таком шмоте облака, чтобы у него все хосты были рядом друг с другом расположены, у него были эффективные синхронизации. Поэтому все задачи, которые здесь работали, они идут нафиг и запускаются где-то там на других GPU-тачках или вообще кладутся в очередь. И вот чтобы переживать такие падения, нужно часто сохранять состояние и делать это не раз там в три часа, потому что три потерянных GPU-часа или три даже умножить на восемь, потому что на хосте восемь GPU-шек, а вытесняется сразу восемь штук, не одна, а восемь. Вот это довольно дорого. Вот решается задача того, чтобы пользователь мог, чтобы мы, а, эффективнее утилизировали GPU в Яндексе, в частности для себя в рекламе, и б, могли удобно разрабатывать вот такой код, чтобы у нас всегда, когда мы пишем какие-то дополнительные наши штучки, которые работают с файлами или с таблицами, у нас не просаживалась утилизация GPU, чтобы это мог сделать любой человек, который не умеет писать код на плюсах, который даже может особо не знать, как там все эти нюансы работы с многопоточностью в питоне работают, чтобы любой ресерчер, который знает только про модель и про данные, на которых он обучается, мог делать эффективные инфраструктурные действия. Вот такая задача решается. Окей, спасибо. Второй вопрос тогда. Бэковая реализация, то есть всей этой синхронизации, насколько она интегрирована с торчом и, собственно говоря, тот самый C-шный код магический, который там решает вопросы, так сказать, IP-C-шника внизу. Да-да. Как бы в двух словах, если можно, что это, потому что так в лоб, ну, камон, ребята, я возьму Redis, напишу там, ну, хорошо, не 100, 300 строк, и сделаю внешнюю синхронизацию через него. Да, и при этом я сохраню все возможности работы как бы по дефолту в рамках торча, но хорошо. Барьеры. Мы написали свою небольшую библиотечку, типа, там не сильно много работы. Свою библиотечку мы написали просто, чтобы иметь возможность удобно интегрироваться в любые обучалки, потому что обучалки бывают, на самом деле, не только торчовые. Вот эта штука, она используется в некоторых TensorFlow-обучалках у нас в компании. И она фреймворк-агностик. Интеграция с фреймворками глубокого обучения там делается через библиотеку DLPAC. DLPAC – это такая либа, написанная на чистом C. То есть там китайцы пришли, договорились с каждым держателем крупного фреймворка, давайте вы себе впилить вот такие методы, и мы вам дадим сошку, чтобы вы могли из любого фреймворка, из любого тензора одного фреймворка пересадить данные в другой фреймворк. Вот таким образом у нас делается интеграция с торчом, то есть она делается не конкретно с торчом, а именно с DLPAC, а по транзитивности со всеми остальными фреймворками. Второй вопрос про RAIDIS и так далее. Тут можно сделать по-разному, вот именно вот этот механизм, как в бэкграунде грузить данные. Мы пошли тем путем, что у нас просто… Нет, RAIDIS это по синхрону как раз. Про интеграцию понятно, транзитом через кого-то делаете, да. Про передачу владения из питона… Да, да, то есть как бы вот… Глобально там идея такая, когда люди пишут какие-то питон-библиотеки, особенно если это какие-то там, не знаю, пайторчи, они пишут плюсовые биндинги, они рассчитывают на то, что объект, аллоцированный в питоне, уничтожится тоже в питоне. Это первая проблема. Вторая проблема, что когда вы хотите передать владение питон-объектом… Допустим, вот у вас есть питон-поток, да, вы засовываете данные в какой-то ваш примитив записи, он уже пытается из этой байтовой строки по биндингам читать в плюсовом потоке, да. Вот если вы хотите в этом C++ потоке удалить объект, вам нужно будет взять джил. Вот взятие джила в плюсовом потоке в некоторых версиях питона вообще додлочится, а в некоторых оно падает. В 3.7 оно, по-моему, додлочится, потому что джил на самом деле не просто мьютекс, это куда более сложная штука. Поэтому мы пошли таким путем. У нас есть один единый тред, запущенный в питоне. Там крутится while true функция, в которой есть какой-то вектор объекта. И мы если хотим передать данные с владением из любого питона объекта в плюсы, мы создаем какой-то shared pointer, ну или просто какой-то объект, хендлер, у которого деструктор, передаем его вместе с этим объектом, с этим хендлером в примитив, который мы пишем. И когда мы закончили писать, деструктор этого объекта возвращает его в питон обратно, чтобы он уничтожился тоже в питон потоке. И тогда, как бы люди не писали код, они сохранятся вот это свойство того, что то, что мы создали в питоне, уничтожится тоже в питоне. И объекты любой библиотеки мы можем так вот передать на владение наш плюсовый код, и он корректно уничтожится. Там были интересные приколы с тем, что происходит на завершении интерпретатора. То есть там… Весело живет, я честно скажу, весело. Ну я так понимаю, что это не от хорошей жизни, видимо. Да, это не от хорошей жизни. У нас уже была предыдущая реализация нашего фреймворка для обучения нейросеток в рекламе, но мы уперлись в его возможности масштабированные. Ну вообще интересно было бы посмотреть на код, если было бы выложено куда-нибудь. Но я могу показать часть его, потому что там ничего сильно проприетарного нет. Но вот конкретно передача владения с питоном я могу показать там по сотен буквально. Тут скорее в целом на конструкцию посмотреть. Коллеги, я вас прерву, извините, а то это уже превращается больше в диалог, да? У нас есть еще вопросы в зале? Мы тогда можем как раз передвинуться в дискуссионную зону, но перед этим, Леш, нужно выбрать лучший вопрос и вручить подарок от нашего партнера «Газпромнефть». Давайте про владение с питоном, потому что я долго с этим долбался. Это очень важный вопрос, чтобы GPU нормально утилизировалось. И он непростой. Леш, ну для тебя у нас тоже есть подарок. Спасибо тебе большое за твой доклад. Приходи еще, развивайте свои продукты. Успехов тебе! Спасибо тебе.